Синенькая красивая очень. Комара можно ей шлепнуть? Отлично. Друзья, всем привет! Нахожусь сегодня в гостях у Дмитрия Павловича и вы даже себе не представляете, что у меня там за спиной. Ребята привезли гигантскую катушку Tesla высотой 8 метров и мощностью 350 киловатт. И сегодня они попробуют ее запустить на полную мощность. Пущай. Где она вообще? Вот тут. Вот там? Да. Оно там. Ребята, всем привет! Начинаем с темноты сегодня. Дмитрий Павлович, здравствуйте. Дмитрий Павлович расхреначил свой протез. Завтра починю. Не выдержал он условий эксплуатации. Бывает. Но ничего страшного. Приехали. Сейчас будет такое, ребята, чего вы никогда не видели. Это я вам обещаю. Это к слову к тому, что вы думали, наверное, что турбореактивная тяга закончилась на канале. В свое время вы так думали. Но на самом деле она только начинается. Это вот первая. Это первая турбореактивная тяга, которая начинается на канале. 40 килограмм тяги. Всего лишь? Да, всего лишь. Но это на самом деле очень много. Чудо китайской инженерной мысли. Прямо из Шанхая. Прямо из Шанхая. За недорого. Сколько денег? Это 6500 евро или долларов. Но уже сегодня практически без разницы. Она керосом пахнет. Её тестировали. Мне кажется, я даже вчера смотрел, как её тестировали. Красотка какая. Вот так на видео она большой не выглядит. Но она не очень большая. Зависим завтра. Ну дайте я жало своё запилю сюда. Посмотрю. Лишь полирована. Лишь твоя любимая сетка, чтобы мухи не проявляли. Нет, ну это сетка хорошая. Там гаечка одна маленькая залетает и всё идёт на выброс. С обгонной муфты. Видишь? С обгонной муфты. Продаются такие, я видел. 12000 рублей. Ну не для такого большого двигателя, а для движка поменьше. Турбяха красивая. Профессионал. Настолько хорошая, её даже лапать нельзя. Она потом некрасивая. Некрасивая, спиртяжки протрём. Но она когда прижарятся, отпечатки, уже не протрёшь её никак. Видишь, она сразу с насосами, как я понимаю. Сейчас, сейчас. Да, это надо не перепутывать одна от другой. Всё в одном. Военного класса написано там было. То есть, видишь, исполнение такое с разъёмами вот этими. Да, и разъём всего три пина идёт. У неё какая-то цифровая передача идёт. Ты мне скажи, мы повторить цифровое вот это смогём? Легко. Вообще, вообще неправильно. Я думаю, мы отсюда тырить не будем. Мы... Алгоритмы поймём, мы своё на колхозе. Так, послушай, вот это вторая что, в нижнем коробке что-то лежит? Блин, коробок сильно больше. А вот это... Я такого авиамодельного... Я вообще не уверен, что это авиамодельное. Аккуратнее, это неодимовые магниты. Ух ты! А это для двигателя, которого осевого потока. Для человека искры. Я думал, это такого размера неодимовые. Нет, нет, они вон там набор. Думаю, сейчас энергия ядерного взрыва выделится, если их совместить. Из этого. Тоже прямиком из Китая. Из Гуанчжоу. Потому что у нас неувидимый магнит стоит минимум в четыре раза дороже и ждать в два раза дольше. Уж не знаю почему. Почему, да? Ну хрена узнает. Это вопрос такой... Жесть! Просто жесть! Просто жесть! Космос! Инструкция. Все нормально. На гарантии. Я понимаю. Без пробега по России. Не бита, не крашена. А эта турбияка 80 килограмм тяги. Цена немалая. 17000. Но она того стоит. Но для турбины, на самом деле, такое для двигателя я считаю недорого. Потому что на такой можно, мне кажется, самолет ультралай запустить. На такое легко. 80 килограмм тяги делается легко. Самолет настоящий. Под одного человека уж точно. Можешь заглушку выковырить. Я уже смотрел. Ну это потяжелее, но не прям она. Не такая эти тяжелая. Килограмм 6, наверное, да? 100 написано. 100. Господи. Господи, прости. Дай, дай. Покажи. Покажи, дай. Ну килограмм семь с половиной. Ну вот эту чисто под заказ пилили. Почему мы ее и ждали? Я думал, они в октябре, они что-то сами себя провязали. Балансировка. Дим, сетки нету. Я увидел, нету сетки. Ну что? Приделаешь что-нибудь? Уж простите. Друшлаг купил. Жесть. Какое оно огромное. Это офигеть. Просто офигеть. Прямо вообще, ну прям вообще серьезная такая хреновня. Я в шоке. Вот честно, я в шоке. Вообще. Ну мы прежде чем ломать, запустим их давай? Обкатают? Да ты все сливаешь. Да. Все какие-то... Что мы хотим вообще? Мы сознаемся? Ну да, да. Но не сейчас. Но не сейчас. Потом. Мы хотим захватить мир. Этот. Этот мир. А может быть и другие. Но мягко. Добротой и любовью. Реактивной тягой. Как начнем добро направо и налево творить. То есть добротой и с пистолетом можно большего добиться, чем просто с добротой. Это точно. Это лихому топору? На посылочку. Ну мне надо его собрать, запустить. И вот это, и вот эта вся куча, да? Да, это для буханки. Хороший комплектик. Да, это инвертор, зарядник и двигатель от лифа. Ну я вижу, да. От гибрида. А подожди, лиф он электро. Да, электро. Сразу эти привода и к кассу взяли. Привода жесть. Сейчас мы тут с Каном разберемся. Все это запустим. Ну да. Ну с японца, да. А с Prius можно запустить вот такое? Можно запускать. У меня есть этот человек, они ко мне как-то приезжали на канал на самодельном баге. Я с ним поговорил. Я как раз у них батарею их сныкаю. Легком топоро отдам. А им я элементов накупил. Отлично. Все поедет. Поверхную линейку передали парнишке. Олегу какому? Певцову? Да. Вот она. Я ее не открывал. Просили передать. Давай мы его сразу закинем. Чтобы не забыть. И мне что-то ездить? А тебе его засунул. Вряд ли. А это тоже этот человек мне передал? Да. Сейчас. Это там группа безумных парней. Завтра их увидите. Ну это да. Которые на катафалке катаются. Я не шучу. Чемодан целый. Тяжелый. Я люблю такое. Динамометр. Динамометр? Да. Чтобы ты фигней не занимался. А вот этот. Да. Это класс. Тарированный. У меня просто цену на дрова показывает. Плюс-минус пять процентов. А здесь погода нет. А мой видел? Ты еще видео не посмотрел. Ё-моё. Это на пять тонн? Ну на килоньютон. Да. На пять тонн. Чуть больше. Видишь по правильному. Ну что это пятьдесят. А нет. Пять тонн. Потому что как вы знаете. Девятый класс. Я в шоке. Как вы господа должны знать, что этот вес надо измерять в ньютонах. А как вам массу в килограммах. А не путать одно с другим. Ну мы все равно. Так что тягу в килограммах продолжим измерить. Разрешайте нам. Ну такой. Серьезный. Нарочные часы. Слушай. Ну у меня на двадцать тонн гораздо меньше по габаритам. По размерам. Ну раньше старались. И по весу. Чтобы видно издалека было. В самый раз. Ну это классная вещь. От души притащили. Ну а сколько выжмешь? А ну-ка. Слабак. Нисколько, да? Нет. Сколько-то должен. Ну чуть-чуть показывай. Спасибо. Это очень круто. По крайней мере это источник точных измерений. Можем так это назвать. По которым можно тарироваться. Правильно? Ну да. А то я свое никак не пойму, как оттарировать. Там надо тонн семь повесить. Ну или пять вот. Ну тонны надо. Я только своим весом 100 килограмм. Корох в пороховницах еще есть. Ну не знаю, вроде не испарился. Осталось чуть-чуть. Долг держит, месяца два стоит. Вот для меня это очень интересно. Я все хотел себе такое приобрести. Не, уже почти пустой. Ну в месяца три стоял. Ну на самом деле, вот дюар заполнен на 500 литров. Сейчас 13 или 16 тысяч рублей стоит. Заполнение его? Ну да, азот. Ну вообще недорого. Ну азот самый распространенный в воздухе материал. Так что неудивительно. Высоковольтных испытаний. Она года 70-го что ли? Она у меня даже в кадр не помещается. Надо отходить на километр. Да, это вот резонатор верхний. Как она там правильно называется? Ну там вроде 50 мегавольт на ней будет. Но завтра парни расскажут. 50 мегавольт? Да. Так это не так уж и много по-моему. Ну 8 метров искры. Не знаю кому много, кому не лучше. Нет, она нормально. А как она вообще? Сколько длиной ее намотаешь? Столько мегавольт будет до бесконечности. Это же на IGBT сборках, не на искровом прожекте. Она еще будет модулировать звук. Какой-нибудь этот имперский марш играть. 120 децибел звук. Надеюсь нас не расстреляют завтра. А квадрокоптер в клетке Фарадея будет? Вон пожалуйста. А вон стоит. Квадрокоптер в клетке Фарадея. Где? А вот такая? Прикол. Вот это вот. И что его не берет ничего? Это же клетка Фарадея. А если я свой запущу квадрокоптер? Ну вот и узнаешь. Там опасная зона 20 метров. Ну это нормально. Прикольно. Вот это первичка у него. Ну мы завтра еще у парней спросим. А вот это сила. А провода до поля есть? Да. Уже за 95 квадрат купил вот это СИП. Ну подсоединять это 300 киловатт она жрет. Подсоединять надо. Вот это да. Вот эта моща 300 киловатт. Ну это так много из-за того, что бублик огромный. Ну рассеивает мощу. Ну как-то там. Завтра спросим, прокомментирую. Врать не хочу. Я плит положил дорожный. А аккумулятор все-таки решился делать или нет? Какой? Который будет согревать зимой. Потом. Ну пока сейчас нет. Я здесь попланирую. Аккумулятор тепла. Да. Очень прекрасная идея. Проспали мы уже практически весь процесс. Уже устанавливают катушку Тесла. Ребята, вон она какая. Видите, краном надо поднимать. Это жесть. Идём скорее, а то пропустим всё самое интересное. Вижу, присутствует ограждение. Видимо, в будущем за это ограждение будет нельзя заступать. Иначе может шарахнуть молнией. Фарадей оденут клетку. Тебя заземлить ещё надо? Заземлить? Но землю же сделают. То есть к земле придать надо. Придать меня к земле? Спасибо. Серьёзные кабели очень. Я надеюсь, они не под напряжением. Вон второй конец. Вон он. 350 киловатт, да? Это жесть просто. Как так может быть вообще? Вот ребята, клетка Фарадея. Туда можно устанавливать человека. И получить его обратно живым можно. Ну а вот уже идёт установка бублика. Бублик гигантский. Я не представляю, что будет. 350 киловатт. Высоковольтная. Посмотрим. Как минимум будет интересно. Стою на границе. По идее дальше поражающее высоковольтное поле не должно улетать. Но это, как ребята сказали, всё это только в теории. Естественно, влажность воздуха зависит. Наверное, даже скорость ветра зависит. Я помню, на ветер тоже высоковольтная дуга реагирует. Да, очень эпично всё это выглядит. Ну что ж, ребята, встретимся вечером. Посмотрим, как оно вживую работает. На дальнем фоне, ребята, пати. Вот идут такие движения. Пати у Дмитрия Палыча. Нахожусь в центре событий. Сейчас будут засовывать меня в клетку. Вон она стоит так одиноко. Пусть она охладится. Говорят, клетку прожгло где-то здесь даже, да? Да. Нам теперь нужны стяжки, чтобы люди отсюда набегали. Убегают? Мы их руки связываем, обычные ноги. Вот она клетка, ребята. Прикасаться нельзя. Так, лист железный есть? Есть. Идет трансляция из клетки Фарадея. Стою перед самой большой катушкой то ли в Европе, то ли на континенте. Сейчас будут подключать. Я думаю, для меня подключат по полной. Тут уже, ребята, недавно резисторы сгорели. Короче, подключают по полной. Тут просто, ребята... Ой! Громко! Громко! Хочется поймать как в землю... Выпускайте, мне хватило адренала. Круто, конечно. Звук жесткий. Дима пошел в клетку, ребята. Простите, если все неправда. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Что-то пошло не так, пробой образовался. Ищется проблема, что-то стрельнуло. Резистор у нас уже один раз отгорел. Главное, чтобы не сгорели транзисторы силовые. Они стоят очень дорого. Так что, ребята, все уже на сегодня или еще шансы какие-то есть услышать этот божественный звук? Сотрем копоть. Два дня мы ее, ребята, тестировали. И вот наконец-таки что-то окончательно хлопнуло. Кина уже сказали не будет больше. Но штуковина, конечно, интересная. Инопланетный корабль. Они по одному не умирают, они по два или по четыре. Так что, все или не все? Салам алейкум. Это тот, который все боялись, чтобы не вынесло его, да? Вот с угла на радиатор за черными конденсаторами. Посмотрите. Тимур, посвети. Жалко, конечно. Главное, что их немного взорвалось. Это те, которые редкие и дорогие или нет? Да. Вот жалко. У нас еще запас какой-то есть. Понятно. Предел достигнут. Да. Теперь мы знаем. Цель достигнута. Максимум проверен, прощупан 600 ампер, да? Да. 350 киловатт примерно получается. Ну вот. Этот трансформатор проверили заодно. Тоже может он, да? Может. Все нормально. Кстати, как раз его номинальный мостик получается. У него же 450 вроде. Ква. А, это. Ну да, да. А ну-ка, ну-ка. Вот резун, короче. Там силиконом залиты транзисторы, чтобы на них всякий мусор не попадал проводящий. Вон оно какое, да? А вон волоски, короче, которые подсоединены к саму кристаллу. Можно их вот отсюда достать. Алюминиевые они. Вот они. Прокрана, да? Интразвуковой сваркой приваренный кристалл. Они алюминиевые? Да, они алюминиевые. Почему они не медные? Потому что медь плохо варится, может быть, я не знаю. О, глянь, правда лизун. Вот на этом оно и работало, да? Да, на этом оно и работало. Теперь это дезинтегрировалось. Теперь это здесь, оно не работает. Мы вынули просто ключ. Тут даже кусочек золота можно найти. Слушай, я думал оно твёрдое вообще-то. А это вот материал, который... Или это сверху твёрдого залито, чтобы не пробивало, да? Сам кристалл испарился, а это сверху кристалла было. Это защитная оболочка. Силикон такой специальный. Он испарился, да? Да, он испарился, да. Кристалл испарился. Ну ты доволен, что испытали хоть по полной? Да, это было очень интересно. Ну отлично. Там было жирно. Они сами работали. Две пушки. Скажи, убойная сила этой пушки какая? Ноль. Сколько метров? Да, расстояние меньше метра. Комара можно шлёпнуть? Да, можно. Отлично. Тогда вещь полезная. А людей она не убивает. Тимур, поставь руку. Ну хлопает, хлопает. Хлопок такой происходит. Чуть-чуть она чувствуется. Красиво. Синенькая красивая очень. А это как работает? Это прям шуршит как-то даже. Синяя безумно красивая. Как они вообще правильно называются эти лампы? Пощипывает. Горячо просто. Температура высокая. Какова практическая цель такой лампы? Красота. Залипать. Залипать. Молодцы ребята. Кружок юных мазохистов. Вот так, ребята. Человек приехал погостить и купил себе станок. Жил не тужил, приехал в Подмосковье. Вот теперь довольное лицо. Жизнерадостное такое свежее. Хотя целый день ездил за станком. Ну да, свежак на свежаке. Вот такой вот. Четырехосевой чипу фрезер. Да. Не портальник настоящий, жесткий. Столюгу можно драть на нем. Будешь лететь. А потому что у меня голова не резиновая. И не лезет на нее все мысли. Привез, ребята, аппарата. Классный. Все же с Димоном мы его делали вместе. Делали, делали. Нам говорили, что ничего не выйдет, как всегда. Кто сказал? Ну да, этого все говорили. Что это все неправильно. Так не делается. Самолет на водороде. Водородную ячейку мы уничтожили. Купили новую. Купили новую. Но сейчас будем лететь. Мы опять же не на водородную. Я привез самолет в Московскую область. Хочу показать, как он летает. Хочется увидеть ваши эмоции, сэр. Вы же не видели, как он в собранном виде? Да, я только. Вы что, пенопластовые фрезерованные детали, которые вы фрезеровали видели? Да, да. Он прикольный. 380 пошел. Медленно идет. Вот он стоит где-то от 380 миллионов до 420 в зависимости от комплектации. Рублей. Берем 2. Берем 2 на все. В общем, Дим, чтоб ты понимал, есть настоящие самолеты, у которых крыло 3 метра. А здесь 5 метров. Ничего себе. Как они летают на них, я не знаю. И 200 килограмм веса. Большие крылья делает тот, у кого нет мощных двигателей. Да. Ну это мы как раз таки. Они так и должны жужжать? Да. Что, полетели? Давай, с Богом. Главанки быстро летит? Ладно, Игорь. Ну это мы наваливаем сейчас мощей. Игорек, не выёживайся. Да ты думаешь, я выёживаюсь? Я, блин, пытаюсь лететь, ребят. Это не так просто, как вам кажется, блин. Валки, да? Ровненько летит куда-то. А это ты или автоматика ровняет? Это я. Автоматика не работает. Я попробовал, попробовал. Надо настраивать? Её надо очень долго и нудно настраивать. Да, она что-то ни вверх не летит, ни вниз не летит. А прямо летит, да? А прямо летит, да. А вот включи прямо, пускай полетит. На автоматике? Да. Ну вот включил. Он даже сам начал газовать, видишь? И он вверх пошёл. Вот это что, это ты? Нет, это он сам. А он по кругу что ли летать искали? Ну я не знаю. Ты же сказал, включи автоматику, я включил. Эй, блин, не надо его бить. Он хороший. Ты сказал, включи автоматику, я включил. Надо кого-нибудь, настройщика автоматики. Не, надо самому разобраться. Эти настройщики, я уже тут говорил, что это всё от лукавого. На земле мы не поймаем выкосника. Ему в динамике же надо ещё. Ну как-то его даже рассчитывают. Крыльник же жёсткий, не гнёт вообще. Так, ну давай ещё раз включим вот эту пигню. Давай. Попробуем попривыкать. Ну вот вроде типа сам должен лететь. Вот я убираю. Да. А он всё равно газует. Ну вот что-то он исполняет. А куда он полетел? Не знаю. Давайте посмотрим. Вот это чуть мы не угробили самолёт. И койота. И койота. Из-за автопилота как раз таки. Мы на него понадеялись. Он скорость потерял. И чуть всех не угробили. Но может быть он слишком большой угол. Может он высоту хотел набрать. А у него мощи движка не хватило. Понимаешь? Угол большой стоит. На какие-то кирпичи. Там напоролся. Ну что? Как вам Дмитрий Палыч? Ну как? Немножко нервозность. Полётный компьютер чуть не ушатал нам самолёт. Да. Было дело. Надо короче выкос отстраивать. И я думаю с полётником разбираться. Но мы разберёмся. Просто Игорь давно не летал. И как бы это. Сейчас был чисто облёт. Но мне понравилось, что он не развалился весь нахрен. И вообще он летает. И будет летать. Мало того, ребята. Это было моё первое боевое крещение с полётником. Я с полётником до этих времён ни разу не летал. Вот я его как-то что-то настроил там чуть-чуть. Ну как летал так летал. Я конечно пытался переключать режимы. Но маловато расходов. Видимо надо пидов добавить. И добавить форварда. И всего остального. И кстати господа мы находимся на говёном аэродроме. Знаете почему? А вот потому. Здесь одновременно склад навоза. Ну я думаю, как говорится, дерьмо к деньгам. Но я думаю, дерьмо будет к удачным полётам. А Игорь я предлагал на дерьмо сажать. Оно мягкое. Ну он воткнулся бы в него. Да, в дерьмо. Демпер посадочный. О нет, прям через неё переезжать. Да я понял. Нет, не получится хорошо копать назад. Ремни хорошо работают, да? Просто не совсем в 90 градусах. На маленькой можете у колёс побольше? Так а этот не может подняться разве? Ну лучше не охота ремень ему полить. Может и можно. В западню попали получается. Да, ничего страшного. По этой дороге вернемся. Это более полуметра западня. Бруствер. Ничего криминального. Сейчас нам будет искусство. Нормально, сваливаемся. Ты снимаешь? Конечно. Ремни хорошо работают. Мы тут как противовес, если что. Без нас вам бы хуже было бы. Газу, 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 газу. Газу не въедет. Давай, давай, давай. Не въехали. Газа мало, да? Сейчас подожди. Не-не-не, надо назад. Пошла? А, вы переключили? Опять запахло. Запахло. Не спеша. Понижаю. А где мы правее проезжали? Правее сейчас возьмем. Стена. Стена из этих растений. Сейчас мы здесь саленцируемся. А, где его справа даже? Вот на среднем. Вот на среднем. Вот наша. Прям в колею. Не тыкнешь? О-о-о-о. Да. Хорошая вещь. Давай левее лучше новую нарежем. Сюда? Да, да. Потом выпрямляйся. И газ в баланс. Встаем ровно. Выбираем траекторию. Вот так. Ну да. И газ я прям в пол. Сейчас. Да, да, давай, давай. Уже, уже. Не отпускай. Левее. Газу, 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 газу. Всё, сидим. Не факт сейчас. Это место знаковое. Хорошее. А про левее? Нет. Давай назад. Застряли капитально. Дмитрий Палыч залебедил нас там. Пытаемся, пытаемся. Сидит крепко, хорошо сидит. Квадриком даже не получается вытянуть лебёдкой. Квадрик подтягивается сюда. Трактор надо, ребят, сразу говорю. Только трактор надо. Засели на том же месте, на каком всегда заседаем, ребят. Вот такие вот дела. Что-то выходить не хочется. Грязище там адовое. Я не вижу и не слышу. Что говорит? Чай я принесу? Я сказал, что чай принесет и с утра достанем. Отлично. Значит, там останешься и я оттуда достану. Пензина платит нам, не замерзнет. Помощь вроде бы подъехала на Маврике. Что-то сдвинулось. Есть прогресс. Всё вокруг освещено. Не по-детски. Там Димон нас вытягивает. Ой, 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 ой. Уф, дергает что-то. Так что мы типа выехали или как? Сейчас на дорогу. Дима, смотри газу как даст. Видел как? Да. Я смотрю что-то смотришь, всё ли нормально. Даже не запачкался я смотрю. Даже резина чистая вообще. Ну да. А вот они мы, красавцы. Ты хочешь там что-то проверить? Да там всё нормально. Валим, валим, валим. Пробуем полёт по кругу, ребята. А по какому? По какому он сам должен решить. Ну вот куда-то он пошёл, полетел. По кругу же летит или нет? Да, налево. Он должен круг 250 метров давать. А, ну вот по какому. Вот мы и спрашивали. Такой большой. Вот, вот. Он сам? Да. Пока сам. А вот в набор высоты ты ему сейчас можешь давать? Нет, наверное. Ну не надо. Дай по кругу человек пролететь. Ну нормально. Летит или дует. Значит ориентируется? Ну он должен по тому же самому кругу лететь. А он как будто смешивается или нет? Нет. Сейчас огни хорошо видно. Вот это было красиво. Третий раз видишь. Уже мандражи какие-то проплыли. Да, ништяк вообще как это. Как знаешь этот Ю-2. Он же тоже по велосипедному. Я пошёл по стартеру. А, по стартеру. Дмитрий Павлович, ваше заключение насчёт самолета. Ну чётко надо ещё теперь с полётником разбираться по полётному плану, чтобы летал. И расходы, ну не расходы, а педрегулятор подрегулирует. И думаю нормально. Ну уже лучше. Полетит собака страшная. Он очень стрёмно. Там вот овраг. Он же в высоту GPS умеряет. Вот. Да. И он раз такой, типа, клюнул туда. Вот. Ну так стрёмно было. По рельефу лети. Ракета кроватая. Вон там когда летел ты, там я моё. Ну что ж, ребята, приехал обратно. Такая вот замечательная поездка получилась. Наверное, теперь начнётся новая эра на канале, ребята. Всё-таки турбореактивная тяга никак не отпускает меня. Турбины эти прикупил Дима. Кстати, кто не знает, ребята, кто ещё не подписан, подписывайтесь на канал Дмитрий Палыч. Канал называется DP Labs. Ссылочки я оставлю в описании. Там вы можете более подробно посмотреть про катушку Tesla. Я лишь поверхностно осветил этот вопрос. А технические нюансы некие вы сможете посмотреть на канале у Дмитрия Палыча. Также я ссылочки оставлю на самих ребят. Tesla FX. Тоже можете зайти полюбопытствовать. Ребята, конечно, просто... Я не знаю, как их описать. Все очень уникальные. Все очень интересные личности. Со всеми очень понравилось общаться. Так что, ребята, всем вам большой привет. Ну а у меня на этом всё, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите Лойсом своим замечательным. Всем пока. До новых встреч, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.